Танцевать танго может каждый. В Краевой столице мастер-класс провели гости из Санкт-Петербурга. Финалист чемпионата мира по танго-салону Алексей Барболин и его партнерша Хельга Домашова. На занятиях танцовщиков из Северной столицы побывала наша съемочная группа. Это одно из самых популярных танго в истории кино. Герой Аль Пачино, слепой полковник в отставке, танцует с молодой женщиной. Сцена из фильма «Запах женщины» под легендарную музыку доказывает – танцевать может каждый. В Барнауле направление танго развивают сравнительно недавно. Танцевальные студии, кроме преподавателей из Краевой столицы, приглашают хореографов со всей страны. Например, именитый танцовщик из Санкт-Петербурга Алексей Барболин прилетает на Алтай уже второй раз. Для меня танго – танец более психологический, чем технический. И он, в принципе, позволяет танцевать импровизацию, проводить время, создавать это как образ жизни, как образ, ну, в смысле, не совсем жизни, а образ времяпровождения. Алексей Барболин занимается танцами более 20 лет. Из них 16 посвятил аргентинскому танго. Этот стиль у Алексея стал любимым. Он танцевал танго на площадках Новосибирска, Владивостока, Краснодара, Ялты и еще десятка городов России и других стран. По мнению Барболина, барнаульским танцорам танго еще есть куда расти. Ну, пока еще не очень. Пока еще не очень, но... Хотя сегодня с утра занимался коллективом профессиональных танцоров, мне они очень понравились. Я скажу, что превзошли все мои даже самые высокие ожидания. Желающих танцевать танго в крае немного. Большинство новичков решают, что это направление для них слишком сложное и бросают занятия. Но руководители студии говорят, первых успехов можно достичь уже через год-два регулярных тренировок. На самом деле танго на начальном, на среднем уровне не такой сложный танец, чтобы его понять и научиться. К нам приходят люди разных возрастов, от 14 до 70 лет занимаются. Через год гостей из северной столицы Алексея и его партнершу Хельгу вновь ждут в Барнауле. К тому времени организаторы мастер-класса надеются, что желающих научиться танго станет больше, а алтайским танцовщикам уже будет чем похвалиться перед именитыми хореографами. Олеся Роженцова, Анатолий Фукс, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok